Всем привет! Сегодня у меня мини-обзор и сравнение плагинов акустической гитары RealGuitar3 и RealGuitar4. И сразу предостережение, как обычно бывает, когда показывают какие-то трюки, не пытайтесь установить RealGuitar3 и RealGuitar4 одновременно на свой компьютер. Так как системы распознаются как один и тот же плагин, и в итоге у вас не будет работать ни один, ни другой. Я для видео попытался это сделать, и в итоге у меня все поотказало. Последующие переустановки плагинов не очень-то помогли, но кое-как я заставил работать RealGuitar3. А вторую часть видео из четвертой версии плагина я уже буду записывать после переустановки системы, потому что в этой системе она работать уже никак не хочет. Ну и пользователю совершенно не нужно иметь одновременно третью и четвертую версию, потому что четвертая это лучшая версия третьей. Ну а почему мини-обзор? Потому что, ну чего мы здесь не видели. Обычная гитара от MusicLab мало чем отличается от RealLPC3, RealStrat3. Такой же интерфейс, те же кейсвитчи. Также можно опустить с трои до С. В общем, практически все то же самое. Различие, пожалуй, только в том, что вот здесь, в этом менюшке, можно выбрать разные гитары. А в основном их мы с вами и рассмотрим в этом видео. При открытии плагина по умолчанию загружается SteelFingered, то есть гитара с остальными струнами и сэмплы, сыгранные пальцами. Звучит оно так. Так же, как и в остальных MusicLab гитарах, нужно использовать положение медиатора в плагине для того, чтобы изменять звук. Если мы сделаем левее, то звук получится более низостый, если правее, то более высокий. Давайте сейчас послушаем это. Видим, разница звуки очень большая. Здесь можно настроить гитару под себя. Я верну положение 0 для сравнения. Итак, давайте теперь переберем все имеющиеся гитары, которые здесь есть в этом плагине. Послушаем, как они звучат. А во второй части послушаем то же самое в RealGuitar 4. И, возможно, услышим, лучше ли звучит новый плагин или изменения коснулись только дополнительных функций, о которых я расскажу потом. Итак, давайте с самого начала SteelFingered, то есть гитара с остальными струнами, играем медиатором. Еще раз гитара по умолчанию. Стальные струны сыграны пальцами. Намного мягче звучит, чем предыдущий вариант. А далее нейлон пикет. Нейлоновые струны сыграны медиатором. Нейлон фингерит. Нейлоновые струны сыграны пальцами. Акустик Steel 2 пикет. А как я понимаю, это еще одна гитара с остальными струнами, наверное, чуть другая. Искал подробное описание в мануале, не нашел. Звучит оно так. Ну и давайте сразу сравним со Steel Picked просто. Как видим, звук отличается. Дальше Steel 2 даблинг. Это гитара с остальными струнами, сыгранная медиатором и даблтреком. Отличная штука, если вам нужен даблтрек для акустической гитары. Небольшой плюс по сравнению с Real Strat 3, Real PC 3, в которых даблтрек отсутствует. Дальше. Акустик 12 стринг. 12 струн акустических гитары. И последний акустик Steel Stereo. Это у нас... Ну, если честно, как-то странно звучит. Послушайте, я это делаю на наушниках. Справа как-то более не застово, не глухо. Его звучит как-то повыше и потоньше. Ну, я еще раз воспроизведу. Наденьте наушники и послушайте. Ну, вот и все. Больше, по сути, здесь рассматривать нечего. Теперь перейдем к Real Guitar 4. Ну, во-первых, посмотрим на то, что добавилось нового. Ну, во-первых, чуть измененное оформление интерфейса. Плоское по современной моде. Добавился режим Song, в котором вы можете устраивать песню паттерна из режима паттерн. Как-то так. То есть здесь у нас библиотека паттернов разных миди-лупов. Вы можете из них собирать треки, если сами не можете ничего придумать. И второе очень важное изменение. Здесь появилась хуманизация. Практически аналогичная той, что есть в Real Age. А хуманизацию в Real Age уже делал видео. Ссылку найдете в описании. В Real Guitar никакой существенной разницы. Давайте сразу все включим. То, что нужно. Random Acts лучше не включать. А также резонанс может давать нехорошие призвуки. Рекомендую ее самим поэкспериментировать. Но сейчас я это выключу. Ну и послушаем опять все патчи. Уже со включенной хуманизацией. Ну, с хуманизацией, конечно, будет звучать куда живее. Собственно, разница в звуке сэмплов. Ну, я думаю, послушайте и сравните сами. У меня, например, достаточно, что с хуманизацией все теперь будет более живо. Ну и так, начнем. Acoustic Steel Pickett. Ну и давайте я включу резонанс. И послушайте, что он дает. Получается, что гитарист как бы задевает лишние струны. И это дает призвук от них. Получается, совсем кривая игра. Поэтому выключаем. Идем далее. Steel Fingered. Нейлон Pickett. Нейлон Fingered. Steel 2 Picking. Steel 2 Picking. Дабл Трек. Дабл Трек. Коммунизация особенно важна в дабл-треке, чтобы левая и правая партия гитары различались еще больше, и звучание было более широкое и реалистичное. 12-струнная. И последняя. Steel Stereo. Ну и напоследок сравним звук для частоты эксперимента с отключенной хомонизацией. И сравним стандартные патчи Steel Fingered. И я отрендерил обе записи в mp3 файлы. Так, сначала Real Guitar 3, потом Real Guitar 4 с тем же патчем, с теми же настройками. И я отрендерил обе записи в мп3 файлы. Если вы нажимаете, то я поставлю тоже на чемпиенку, и я отрендерил обе записи в hands. И все равно К. less wenn до боя, то я преображаю ваш66-патчем. И вот так вот. Я отрендерил обе записи в мп100ут преве. И вот так вот в фильме. Заживаю вам несколько шуток. Апчем я отрендерил обе записи в экране. КGary Берälмпира и уйджетsembBERT. Что еще нам понадобится в разрезенную хоменку. Изменилось ли что-нибудь в звуке, решайте сами, но в любом случае, добавленная хуманизация, а также режим сонт, кому надо, делает Real Guitar 4 заметно лучше предыдущей версии. На этом всё, в ближайшем будущем сделаю ещё одно видео по Real Guitar, просили меня показать нюансы игры боем на этом плагине. Если понравилось, подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте, пишите комментарии. До новых видео встреч!